Спасибо большое, Леонид Викторович. Я считаю, что главным виновником торжества является группа «Стратегический видник», которая в исторически кратчайшие сроки опубликовала книгу. Это огромное дело для автора. Это подача материала, опубликование, и я за это очень благодарен и Викторовичу, и УПИ, и Министерству иностранных дел. Надо сказать, что ни одну тему мне не хотелось осветить так, как тема «Насрана». И книжка эта, она, в общем-то, не только историческая, она и политическая. Политическая. В каком плане? Вот смотрите, и на Востоке, и на Западе не хватает политиков в настоящее время, которые бы имели авторитет, основанный на безусловном признании порядочности людей. Вот из того, что я знаю о Насаре, я бы выделил две черты, которые я тоже хотел донести до читателя. Две черты. Первая – это его личное, личное, просто как человека, как существа человеческой честности. Руководитель городской политической организации в Каире, Абдул-Маджид Фарид, мы с ним имели встречу уже последующими, от награды в том, что в Лондоне вместе работали. Вот он организовал похороны Насара, и потом помогал, на первых, вторых, семье, семье Насара. Ну, там, ну, сами понимаете, надо переехать из представительских помещений в обочный дом и так далее. И они были поражены, насколько ограниченным был вот этот скарп президента Египта. Это просто, ну, какой-то абсолютный минимум, абсолютный минимум. А на счету его было 420 фунтов египетских, и никаких сграничных счетов. Вот я считаю, что для политических деятелей любой эпохи должны быть такие вот морально-этические ориентиры. Поэтому вот книга про Насара – это лишнее напоминание представителям политических, так сказать, ведущих сил в различных странах, что мы ожидаем, какого поведения, каких высоких этических норм от тех людей, которые занимают, ну, какую-то роль играть в политической жизни ведущие. Насар – он был великолепный пример. Это раз. Второе. Вторая черта. Ну, много черт. Ну, я бы только вот это о духе, что хотел сказать, перед тем, как большинство начнет книжку, возможно, это будет читать. Вторая черта, замечательная, что у нас заключается в том, что он был, хотя и военным человеком, военным человеком, он был созидателем. Вы посмотрите, ведь никогда, ни до, ни после в Египте не было такого строительства промышленных, энергетических и прочих предприятий, как при Насаре. Вот когда уже его не стало, и другие были руководители, тоже, кстати говоря, достаточно неглупые. Я помню, в Египте, да и только в Египте, в нашей стране, всякие планы были, гордились некоторые политические деятели скоростью приватизации. Приватизации. Вот быстрее приватизации, некоторые даже предвыборные компании делали, а доприватизировали. Так что легче, построить или приватизировать? Это все равно, что вы принесете домой зарплату высокую, а жена быстро-быстро потратит. Ну, что легче, зарабатывать или тратить? Строить или приватизировать? Вот тут последнее десятилетие, конечно, произошла какая-то у нас политико-психологическая сдвижка, и я думаю, что все должно быть как-то поставлено на свои места, и те, кто умеет созидать, они должны и центровое место занимать в политике, в экономике. Нужно общество не только потребителей или финансистов, но общество должно быть все-таки созидателем. И здесь опыт Насара, он очень интересен. И еще дополнительную такую черточку хотел бы сказать. Все-таки мы выросли в стране, где была такая социальная революция строительства, которую тоже недавно отмечали. У нас жестковатая, конечно, была модель революции и последующего построения. И вы посмотрите, мы, кстати говоря, с Насаром не сходились по таким вещам, как революционный отдел. Вы посмотрите, какой он оказался в этом плане разумный, тоже борющий человек. По необходимости он вынужден был пойти на создание мощного гуссектора за счет чего? За счет, конечно, частного сектора. И люди, что называется, отбирали собственность, национализировали, секвестр был и так далее. Но насколько он все-таки мог балансировать? И вот он буквально за каждой семьей следил, ну, если она открыто не вставала, большинство не вставали в открытую оппозицию, давал возможность людям приличного существования. И при обращении, как правило, удовлетворял. Вот, ну, просьбы, связанные с, ну, улучшением, что ли, существование тех, тех, более подложенных революций представителей крупней национальной буржуазии, у которых отнимали, ну, и вот им оставляли. То есть по многим очень направлениям Нассар дал исключительно такую интересную тему для понимания, вот какие оптимальные пути проведения даже очень жестких, сложных социальных преобразований в обществе. Я думаю, что Нассар этим был хорош, и мы должны много-много в философии Нассара разбираться. Я действительно базировал очень много положений в этой работе на документах. В частности, архива внешней политики в Великобритании. И тут, благодаря Виктору Викторовичу, как руководителя сегодняшнего, не могу не вспомнить своего бывшего начальника, его отца, Виктора Ивановича Попова, который меня, вот, когда я в Лондоне был в посольстве, он мне помог оформиться и организовал так, что там мы показали вот эти вот архивы, да, да, в Public Records в Лондоне. В Лондоне, да, в Лондоне. Это был, конечно, очень-очень важный составной элемент того, что сейчас удалось опубликовать. Мне в какой-то степени было легче писать, чем, может быть, некоторым другим авторам, потому что базировался, кроме документов, вот еще и на личных свидетельствах людей, которые непосредственно были заняты с НАСА, работали с ними египтяне и неегиптяне. Вот судьба так сложилась дипломатическая, что после практики меня себе взял в качестве помощника Сергея Александровича Виноградов, посол, и вот он, приезжая с беседой, ну, я просто чувствовал, с каким настроением, и часто были ремарки, и вот он как-то рассказывал, и вот эти свежие какие-то, знаете, даже окрашенные эмоциональные свидетельства, они тоже очень интересны и давали возможность более полно и рельефно представить фигуру НАСАР. По военному направлению тоже у меня был такой необыкновенно информированный консультант, что ли, получается, это Петр Николаевич Лашенко, это друг фронтового моего отца, который был первым военным нашим советником, вот сразу после войны 1967 года, и НАСАР его, кстати говоря, очень примечал и очень уважал за вот его полководческий талант, хотя у них иногда бывали такие острые некоторые беседы, оба люди, они, хоть и дипломатические, в общем, были обучены, но с нажимным таким характером, но факт заключается в том, что друг к другу они имели огромное уважение, и, в общем-то, ВДС быстро развивалась, и восстановилась мощь египетской армии достаточно быстро. Я бы хотел добрым словом вспомнить многих других коллег, замечания которых я, конечно же, учитывал. особое благодарность своим замечательным рецензентам, академикам Наумкину Виталию Вячеславовичу и Андрею Васильевичу Ведорченко. Я сам пунктуальным образом выполнил все их замечания, считаю, что это улучшило книжку, я, наверное, очень благодарен. По названию, ну, должен тоже был обязан сказать, что с названием, конечно, было сложно, потому что на нас столько уже было всего написано, и очерков, и книг, и фильмы, и так далее, и уже книжка была написана, все было готово, а я все как-то хотел, чтобы какое-то не было банальное. И мне, хочу тоже, надо вам вспомнить, моя дочь, значит, Наташа, она вот это название подсказала. Она, когда читала вступление, где говорилось о том, что раньше правители Египта строили пирамиды, а теперь вот в качестве такого напоминания о том существенном, только память остается. Он говорит, а так и назови пирамида Насара, как память о Насаре. Я очень благодарен всем, кто сегодня пришел, я очень целил наше взаимодействие. Мне египетские наши коллеги прислали большую подбору фотографий Насара, и, может быть, если даст Аллах, то мы сделаем второе издание и иллюстрируем тем материалом об этом красивейшем, мощном, необыкновенном человеке, который был Насар. И это тоже будет иметь очень, я думаю, большое познавательное значение. Огромное всем спасибо, коллеги. Спасибо.